здравствуйте в общем то на эту тему да и не только на эту но на эту особенно хотел поговорить уже давно но все как-то не складывалось а здесь подвернулся как говорят журналисты информационный повод но о нем чуть позже сейчас же хочу еще оговориться с учетом того что четверти до трети зрителей моего канала живут в германии ну и в коем случае смотрят этот канал из германии для них возможно это будет не очень интересно хотя с другой стороны у каждого свой опыт и бог в общем то мало ли как чего-то может быть не слышали чем-то не сталкивались ну а для всех остальных зрителей моего канала из россии и украины беларуси и в том числе и соединенных штатов америки хотя их не так много но есть возможно эта информация окажется но как минимум интересной а как максимум даже где-то в чем-то полезно и так по порядку врачи если кто-то вдруг думал иначе то спешу разочаровать врачи в германии тоже разные не надо ничего идеализировать то есть техническое оснащение больниц врачебных кабинетов массажных кабинетов кабинетов физиотерапии и так далее это одна история то есть тут более или менее все достаточно высоком уровне а иногда и на очень высоком вот не так давно довелось побывать дерматологическом что ли кабинете ну или как по немецкой практике в центре ганновера мы просто само оснащение меблировка интерьер просто восторг то есть сделано все весьма и весьма современно удобно я даже рискнул сказать красиво то есть как и везде ну может быть здесь чуть больше чем в той же белоруссии или россии но как и везде есть врачи от бога которые скажем целенаправленно шли в эту профессию которым нравится скажем быть хорошим врачом если как бы это не очень дико звучало но тем не менее нравится помогать людям и при всем при том что их доходы зависят от количества значит посетителей от проведенных осмотров обследований иногда амбулаторных операций особенно это касается зубных врачей все-таки достаточно большое количество из них не занимаются тем скажем лечением ради лечения то есть если зуб можно спасти то не спешат его вырывать если достаточно скажем 1 обследование то не назначают два или три ну и плюс к этому еще ну скажем может быть мне повезло но встречаются достаточно часто те которые действительно знают свое дело то есть приходишь картопеду рассказываю что рука болит в скажем на участке от плеча до локтя он послушав чуть-чуть подумал нажимает где-то в районе грудной клетки и оказывается что именно при этом нажатии болью на участке от локтя до плеча значительно усиливается и простреливает то есть судя исходя из короткого описания симптомов больным он точно знает и в коем случае почти уверен что причина вот там то но при этом отправляет сделать рентген смотрит и говорит что но вот у вас там сустав в принципе нормальный но отложение солей небольшое то есть вот вам лечебная гимнастика направление вот вам значит рецепт на лекарство это не антибиотик это не обезболивающее это что-то типа противовоспалительного если значит гимнастика в купе с этим лекарством не окажут нужного действия но придете будем делать соответствующий руку но пока попробуем обойтись вот эти есть другие которые не сильно тебя слушают у них все на потоке от одного к другому от другого к третьему пациенту быстренько 1 раз там лекарства там то если говоришь такому врачу что допустим и про фен как обезболивающее мне что слону дробина у него в этом случае два уха одно левое другое правое в одном летела в другое вылетела и серии но не помогает и не помогает ничего другое тени то есть опять же как кому повезет как какому врачу попадешь да при этом любого врача в принципе можно сменить можно выбрать что семейного доктора что стоматолога что любого другого врача мне допустим после первого посещения понравился этот кредиологический кабинет там несколько врачей и к одной даме она ни разу не русскоговорящая коренная немка и к ней в качестве профилактики в качестве контроля хожу там раз в два в три года и в общем то получаю в данном случае счастью положительные эмоции и все хорошо далее значит по поводу аптек опять же в основном не для жителей германии хотя не исключено что часть жителей германии этих нюансов тоже никогда не слышала никогда ими не интересовалась то есть аптеки германии частные но одному скажем хозяину разрешено законодательно иметь не более трех аптек то есть не бывает сети аптек даже в пределах скажем одного крупного города не говоря уже про федеральную землю или про всю страну в целом естественно определенная конкуренция между ними существует но как можно конкурировать только уровнем скажем обслуживание потому что не буду утверждать со стопроцентной уверенностью но за наши десятилетия жизни в германии не было случая чтобы аптеке сказали как когда-то в белоруссии или в бывшем ссср что у нас просто нет такого лекарства то есть так не бывает ну в крайнем случае до сих пор не было на моем опыте на моей памяти то есть если ты ходишь в аптеку более или менее регулярно но вот в моем случае допустим мне много лет назад удалили удалили щитовидную железу это как со мной согласились здешние немецкие профессора от медицины и доктора это привет из чернобыля возле которого я жил и в 20 километров даже не 30 20 километровой зоне довелось восемьдесят седьмом году неделю убирать поля это отдельная история даже не уверен что ее стоит подробно рассказывать так вот в связи с отсутствием щитовидной железы соответственно много лет принимаю гормон щитовидной железы если этот препарат то есть не если а поскольку этот препарат беру уже вот годами в одной и той же аптеке то именно эта дозировка которую она иногда меняется но а дозировка которая беру но в этой аптеке уже правило им не надо заказывать то есть она у них есть я понимаю что я не один наверное такой но тем не менее постоянные скажем клиенты посетители аптек приобретающие одни и те же один и тот же набор лекарств правило в этой аптеке их получают сразу то есть то что пользуются спросом назовем это так она у них есть если что-то скажем эксклюзивная в смысле не в смысле там дорогой или необычно или но просто данную дозировку или данный препарат вы никогда не не брали а тут вдруг понадобилось значит вам говорят если пришел в первой половине дня в аптеку значит после четырех-пяти вечера приходите этот препарат в этой упаковке в этой дозировке значит вам будет если пришел во второй половине дня ну значит на утро на следующий день первой половине дня не буквально к открытию аптеки но он тоже будет у вас еще конечно с аптекарями можно по многим вопросам они не врачи но по многим вопросам можно проконсультироваться и они в общем-то к этому относятся и с пониманием и всегда охотно проконсультировать и вот я скажем плавненько подошел как раз заявленному вначале информационного поводу с чего я собственно взялся на эту тему записывать отдельное видео все тоже щитовидная железа дозировки по мере прохождения того или иного времени тех или иных лет сначала они увеличивались у меня раза от раза там через год через два потом стали немножко уменьшаться но и сейчас вот мой домашний врач посмотрев в очередной раз анализ крови пришел к выводу что 150 микрограмм каждый день это многовато то есть получается в некоторой степени гиперфункции щитовидной железы поэтому порекомендовал значит пить через день для простоты запоминания почетным почетным числом я принимаю 150 грамм а по нечетным вот буду начал уже 137 этих микрограмм так вот по поводу 137 мало того что в аптеке в компьютере есть вся раскладка весь ассортимент лекарств которые я когда-либо брал что удивительно через год или через два эта база не обнуляется так у них еще и написано соответственно полное название лекарства к и фирма изготовить и и вот в случае с со 137 микрограммами гормона щитовидной железы это другая фирма в отличие от 150 125 что я когда-то брал там или 200 но в общем фирма производитель другая и поскольку именно этой дозировки в тот момент когда я пришел в аптеке не было значит аптекарь сказала мне что соответственно закажут и завтра можете получить но при этом настоятельно порекомендовала связаться еще раз с домашним доктором семейным врачом и уточнить все таки нет никаких скажем противопоказаний или нюансов связи с тем что эта дозировка гормона сделается другим производителем я попытался сам ее как бы убедить что успокоить наверное разница какой но она еще раз типа вы свяжитесь все таки но я на следующее утро связался с врачом моего девочки смысле медсестры сказали что ну как бы не должно быть никаких нюансов хотя бывает зависимости от производителя кстати бывают но в данном случае не должно соответственно я пошел и получил на следующий день эту дозировку причем что показатель то есть накануне аптекарша мне порекомендовала уточнить у врача и приложила моему рецепту соответствующую записочку для коллег потому что на завтра работала другая вот та другая почитала эту записочку причем пару раз насколько я могу судить и ничего у меня не спросил это вот к вопросу о человеческом факторе и не только в аптеках и не только среди врачей вот так она бывает оставайтесь здоровы слава украине живи беларусь